В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас в студии Ангелина Бронешкина. Здравствуйте! В школе 21 от Сбера прошла церемония открытия марафона по созданию компьютерных игр Unlock Game Fest. Торжественное открытие Unlock Game Fest состоялось в школе 21 от Сбербанка. Марафон по созданию компьютерных игр – это первый в своем роде геймджем, организованный Центром развития цифровых технологий Челябинской области в сотрудничестве с ИТ-сообществом Unlock при поддержке Министерства цифрового развития Челябинской области. Председатель правительства Хаил Владимирович Мишустин говорил в свое время, что у нас такой дефицит в районе миллиона IT-специалистов. Так вот, мы поняли, что надо начинать прямо-таки со школьной скамьи готовить ребят, повышать их компетенции, чтобы уже получать на выходе из высших учебных заведений, из среднего профессионального образования, ребят, которые уже могут программировать, разрабатывать, создавать программные продукты, которые как минимум будут обладать той функциональностью, что зарубежные, а в идеале и превосходить их. В Челябинской области Unlock Game Fest проходит впервые. Мероприятие собрало талантливых и амбициозных молодых специалистов в области информационных технологий. Мы нацеливались на то, чтобы участники по максимуму заобщались, набрались хороших связей, возможно, даже взяли опыт уже от опытных ребят, и была некая преемственность. Тем не менее, самый главный фактор у нас командная работа и возможность показать себя на публику. То есть ключевым будет то, как они будут в последний день защищать свои игры. Unlock Game Fest проходит в течение 48 часов, где участники погружаются в мир ИТ, развивают свои навыки и реализуют креативные идеи в создании игровых проектов. Мне кажется, это очень интересная идея принять участие, потому что ты можешь и по коммунициям с командой, ты можешь узнать для себя новые техники, в целом развить себе разные скиллы. Для марафона предусмотрен призовой фонд в размере 150 тысяч рублей. Он включает три номинации, в каждой из которых будет определен победитель. Стартовал второй отборочный бассейн для будущих студентов школы 21. Подробности расскажем в сюжете. В школе 21 начался второй отборочный бассейн для студентов. Кампус Ацбера открылся в конце августа на базе ЮРГУ. Процесс обучения здесь строится по принципу P2P или по методике равный равному. Чтобы добиться успеха, все работают друг с другом, делятся информацией, поочередно выступая как в роли ученика, так и в роли тренера. Мы сегодня стартовали наш второй отборочный бассейн. Первый у нас уже закончился 20 сентября. Ребята уже ждут ответы, проходят они на основное обучение или нет. Сейчас мы стартовали второй поток. И стартовало у нас 255 участников электронной заявки. Участники доходят до нас сегодня в течение дня. Мы уже провели для них первую приветственную встречу, где рассказали про правила обучения, как вообще обучение все будет строиться, про пространство кампуса и их доступность для участников. Участники 13-й школы 21 узнали о региональных и государственных мерах поддержки для специалистов по IT-технологии. Об этом им рассказала Екатерина Давыдова, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Отметим, что всего участниками второго бассейна стали 255 студентов, а сам этап длится 26 дней. Я пришел, чтобы обновить свои знания. Я как бы в ЮРГУ учился изначально на факультете механика и математическое моделирование. Сегодня был такой вводный день, и нам рассказали, как вообще здесь вести себя, какие правила существуют у школы 21, какие вводные данные присутствуют для нас. И в целом, какие штрафы, пенальти есть за посещение данного заведения. Участники только начинают вливаться в учебный процесс школы 21. Совсем скоро им предстоит защищать групповые, а после индивидуальные проекты. В завершении студенту необходимо сдать финальный экзамен и официально стать участником второго бассейна школы 21. Студенты и выпускники кафедры экономика промышленности и управления проектами ЮРГУ приняли участие в круглом столе «Путь к успеху». В 2016 году кафедра экономика промышленности и управления проектами ЮРГУ получила свое современное название. А в 2024-м состоялся 25-й выпуск студентов. За время работы кафедра выпустила более 2,5 тысяч специалистов. Так, в честь ее 75-летия для студентов провели круглый стол под названием «Путь к успеху». Само мероприятие приурочено к 75-летию кафедры, на котором я уже с удовольствием работаю более 22 лет. И мероприятие заключается в круглом столе. Мы пригласили наших выпускников 2002 года выпуска, первого выпуска, 2015, 10, 8. Ребят, которые могли бы рассказать о своем пути, могли бы дать какие-то напутственные слова, пожелания нашим нынешним студентам, ребятам, у которых уже есть бэкграунд и очень успешный бэкграунд. Выпускники кафедры экономика промышленности и управления проектами ЮРГУ поделились со студентами воспоминаниями о своем студенчестве, о пути к успеху, а также дали напутствие, опираясь на собственный опыт. Достаточно интересный путь. Я устроилась работать под ведомственную организацию Министерства экономического развития Челябинской области. Тогда это был гарантийный фонд. Сейчас эта структура известна как «Центр мой бизнес», и они открыты в каждом региональном центре нашей большой страны. Очень интересно, здорово видеть ребят, у которых горят глаза, которые хотят знать, что они будут делать дальше, какие вообще есть примеры. Здорово, что здесь собралась полная аудитория, и мне очень приятно прийти сюда и поделиться своими эмоциями, прожитым опытом, и очень здорово увидеть выпускников еще и других лет в том числе. После круглого стола студенты смогли лично пообщаться с выпускниками кафедры и задать им интересующие вопросы. Для первокурсников это была возможность выбрать вектор развития, а для старших – посоветоваться, на какие вещи стоит обратить большее внимание. В целом мне очень сильно понравилось послушать историю выпускников ЮРГО, как складывается их жизнь, куда они идут. Я считаю, что это необходимо для студентов, для поступающих и для тех, кто выпускается, потому что благодаря таким людям студенты и выпускники определяют для себя будущее направление развития в жизни, кем становиться. Напомним, что кафедра экономика промышленности и управления проектами ЮРГО готовит бакалавров в рамках направления менеджмент по профилю управления бизнесом и проектами и магистров по программе проектное управление развитием предприятий и организаций. Празднование 75-летия кафедры экономика промышленности и управления проектами ЮРГО завершилось торжественным заседанием кафедры. В Южноуральском государственном университете состоялось торжественное заседание кафедры экономика промышленности и управления проектами ЮРГО. Главной особенностью мероприятия являлось то, что его участниками стали выпускники нескольких десятилетий. В 2024 году кафедра отметила 75 лет, а завершила торжественную программу собрания, благодаря которому гости вновь вернулись в стены университета. По словам заведующего кафедры экономика промышленности и управления проектами ЮРГО Натальи Дзинзилюк, юбилей кафедры – это праздник именно для выпускников. Я могу сказать, наверное, огромное счастье ощущать вот эту вот энергию от выпускников. И, наверное, правильно, что это было такое завершающее мероприятие, потому что мы к нему шли достаточно долго. Мы работали со студентами, мы работали частично с выпускниками, они делились своими успехами. И вот сегодня мы ощутили ту мощь от наших выпускников, которая идет обратно. Наверное, для каждого преподавателя это важно. Конечно же, важно для меня, как для заведующей кафедры, потому что понимаешь, что ты работаешь не зря. Кафедра живет выпускниками, преподаватели несут свои знания непосредственно ребятам, и нам очень важно, чтобы выпускники о нас помнили. Поэтому юбилей кафедры – это праздник выпускников, и я с этим поздравляю всех наших выпускников. На заседании преподаватели кафедры подготовили для гостей и выпускников несколько сюрпризов. Так, например, доктор экономических наук, профессор Юргу Леонид Баев, который заведовал кафедрой 25 лет, провел для выпускников занятия. Им было предложено решить задачи у доски. Дело в том, что действительно, это не просто большая радость, это счастье видеть своих выпускников, видеть успешными их, видеть радостными их, и видеть, что они делают реальное, настоящее дело, которое им нравится. И, конечно, в общем-то, я уже сегодня об этом сказал им всем, что это говорит о том, что мы не зря старались. И стараемся. Всего на торжественное заседание кафедры пришли порядка ста выпускников разных поколений. Уже специалисты обратились с благодарностью к профессорско-преподавательскому составу кафедры, вспомнили студенческие годы и пообщались со своими одногруппниками. Ну, во-первых, не только с нашими одногруппниками мы встретились, это целое поколение. То есть мы как раз получились где-то, наверное, посерединке, потому что я закончила университет и получила первое образование в 2012 году. Здесь есть выпускники 2000 года и 2023. То есть мы как раз такая серединка. Эмоции положительные. Очень здорово, что практически с каждого выпуска были представители. Но мне кажется, что это лишний раз подчеркивает вот это теплое отношение к кафедре, к преподавателям, к своему студенчеству, которое мы вместе прожили. В завершении выпускники кафедры экономико-промышленности и управления проектами ЮРГУ записали свои впечатления и пожелания на бумажные самолетики и запустили их в воздух. ЮРГУ посетил председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Кабышев. Визит председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Кабышева был связан с партнерством Южноуральского государственного университета, Челябинского кузнечно-прессового завода и завода роботов. Сегодня в Челябинске открылись инженерные классы проекта «Школа-21 Ацбер», политехническое отделение по ОЧКПЗ в многопрофильном колледже, факультет мехатроники и робототехники в Южноуральском государственном университете, во время посещения которых гость пообщался со студентами и преподавателями. Факультет является частью масштабного проекта по созданию Федерального Центра промышленной робототехники. На нем будут обучаться около полутора тысяч студентов различных курсов и специальностей. Это очень важное перспективное направление, но сейчас такой вызов стоит задача, опять-таки задача победить. И технологическое лидерство это и импортное замещение, самодостаточность в этом плане, не в плане автарки, что мы не будем взаимодействовать со всем другим миром, но нам важно возродить ту систему, которая была утрачена. Но уже многие компетенции были утрачены, поскольку не было такой необходимости. А сейчас, и здесь я хочу сказать, что вы здесь являетесь лидером, поскольку вы оперативно откликнулись на запрос. Во время визита Сергей Кабышев также побывал в экспертно-криминалистических лабораториях юридического института, а также ознакомился с ходом строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области. Визуально организация пространства и архитектурное решение. Конечно, я понимаю, что вписывали уже существующие пятна застройки, но в любом случае отличается. Большая специфика, что межвузовский кампус, что объединяет несколько вузов. И это и большой вызов для всех, для нас. Нужно искать организационные формы взаимодействия, управлять этим комплексом. И в плане, ну, мне кажется, что будущее все-таки за таким междисциплинарным подходом, поскольку, опять-таки, высшее образование, задача высшего образования, такой кругозор расширить, создать ту основу, где уже будущий выпускник может... Дело в том, что, на мой взгляд, на мой взгляд, развитие общества идет такими быстрыми темпами, что там через каждые 3-5 лет будет появляться масса новых направлений и специальностей. И невозможно будет каждый раз идти опять учиться в высшую школу. И вот задача высшей школы – дать именно такие фундаментальные знания, которые позволят свои эти знания применить уже в новых условиях, ну, может быть, за счет дополнительного образования в своем вузе. В завершение визита состоялась встреча с ректором Южноуральского государственного университета Александром Вагнером, на которой обсуждались вопросы повышения качества образования. Ну, на мой взгляд, мы сейчас находимся на таком этапе развития, когда нам очень важно всей стране, особенно системе высшего образования, переосмыслить свое место в этом мире. Очень долгое время мы смотрели в кривое зеркало Запада и пытались себя сравнить с ними. Поэтому, мне кажется, это очень важно именно сейчас, переосмыслить многие вещи и задачи высшего образования – перезагрузить наше молодое поколение, чтобы они себя ощущали поколением победителей. Нам нужно побеждать на всех фронтах. И вот очень важен этот смысловой фронт. Как отметил председатель комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Федерального собрания Российской Федерации Сергей Кабышев, сегодня Челябинская область – пример успешной интеграции бизнеса и образования в подготовке инженерных кадров в сфере робототехники и мехатроники. Само впечатление о том, что ваш ВУЗ открытый, всему новому, современному пытаетесь соответствовать. Южно-Уральский государственный университет, Челябинский кузнечно-прессовый завод и лицей номер 11 открыли совместный образовательный проект «Молодежный институт робототехники». Символично открытие Молодежного института робототехники началось с торжественного разрезания не ленты, а отрезка кабеля. «МИР» – это совместный образовательный проект Южно-Уральского государственного университета, лицея номер 11 и Челябинского кузнечно-прессового завода. Сейчас большая нехватка специалистов на производстве везде. Соответственно, для того, чтобы их получить, нужно их растить со школы, потом продолжать сопровождать в колледже, в институтах и таким образом уже профессионалов получать на рабочие места. Такая чисто практическая задача у производства. Гости посетили экскурсию по Молодежному институту робототехники. Им показали мастерские и лаборатории. А преподаватели и обучающиеся рассказали о своих проектах по робототехнике и 3D-моделированию, которые были отмечены призами международных и всероссийских конкурсов, а также олимпиад. Замечательное пространство. Очень качественно продумано на содержание уроков и технологий, других предметов, чтобы показать и обучить программирование, работе с техникой, с работой с электроникой. Есть даже паяльные станции, где они могут сами, в принципе, своими руками собрать первые простейшие микросхемы. Но уровень ребят, которые здесь обучаются, он тоже очень высокий. То есть мы сегодня познакомились с проектами очень высокого научного уровня. Такие проекты считаются сложными даже для выпускников университета. А это 10 класс. Поэтому я просто в огромной восторге. Я поражен инфраструктурным обеспечением этого заключенного заведения, качеством как раз и педагогов, и очень высоким научным содержанием тех проектов, которые ребята здесь реализуют. Программы обучения центра предназначены для учащихся 9-11 классов и рассчитаны на три года обучения. В зависимости от уровня освоения программы, ребята изучат основы схемотехники, а также ознакомятся с приемами и технологиями разработки простейших алгоритмов и систем управления. Во-первых, это программа, это оборудование, это кадры, это специалисты уникальные, которых вот тоже в самой школе очень трудно найти. Ну ведь это же и оплата должна быть тоже соответствующая. Ну вот какие возможности? Ну это просто то важное стратегическое направление для нашей страны. И очень много ребят заинтересуются этим. Или ты ничем не заинтересовываешь, не мотивируешь, или ты показываешь эти возможности, и ребенок выстраивает свою карьерную историю. Напомним, что в 2023 году было подписано трехстороннее соглашение о создании Центра дополнительного образования для школьников Молодежный институт робототехники. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Ден. До встречи в эфире. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется.